Два года назад абсолютное большинство населения Крыма определило свою судьбу, пожелав войти в состав России. В референдуме, конечно, приняла участие и армянская община. Позиция армян состояла в традиционно добрососедских отношениях со всеми крымчанами, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Как именно проголосовал каждый из наших соотечественников, определить невозможно. Это было глубоко личным решением и мнения могли быть разными. Но тогда еще крымским армянским обществом был проведен национальный совет с призывом поддержать крымскую весну. И по словам председателя национальной культурной автономии армян Крыма Вагаршака Мелканяна о сделанном выборе в 2014 году сожалеть не приходилось. А изменения, произошедшие за два года, доказательства правильно сделанному выбору. Мы неоднократно, я отмечал это и хочу повторить еще раз, что в течение более 20 лет практически не были мы представлены нигде, значит, ни в каких органах, ни украинских, ни крымских. Очень-очень редкие люди, которым удавалось где-то быть, значит, от нашего народа представлять интересы. Вот, сейчас, конечно же, мы в общественно-политическом, скажем, вот так, плане представлены в полном объеме. Есть и депутаты Государственного совета из нашего объединения. Не именно этнические, может быть, армяне, но это наша группа защиты прав репрессированных армян, болгар, греков, немцев. Да, у нас два депутата Гемпель, Шонус, у нас член общественной палаты Российской Федерации Абажер Иван Иванович. Я член общественной палаты Крыма, вошел в совет при президенте по межнациональным отношениям. То есть, вся та зажатость, которая была, и невозможность высказывания своей позиции, нас не хотели слышать. Только одна этническая группа была востребована для решения вопросов. То это положение сегодня исправлено, мы представлены. С другой стороны, сегодня пока что мы не представлены ни в каких исполнительных органах власти. Конечно, наши дети имеют хорошее образование, да не только мы, отличаются высокой работоспособностью, высоким интеллектом. И хотелось бы, чтобы они были более задействованы во исполнительных органах власти, для того, чтобы непосредственное участие уже в продвижении нашего Крыма, тому процветанию, о котором мы всегда говорим и хотим, чтобы оно было. Согласно официальным источникам, в настоящее время на полуострове проживают примерно 10-11 тысяч армян. Это около полпроцента двухмиллионного населения Крыма. Понятно, что показатели официальной статистики и действительное число армян-крымчан существенно разнятся. По неподтвержденным данным, на сегодняшний день армянское население Крыма составляет около 25 тысяч человек, преимущественно проживающих в Евпатории, Феодосии, Керчи, Севастополе, Ялте и Симферополе. Для армян конкретно были сделаны какие-то шаги за эти два года? Ну, вы знаете, к сожалению, и тоже неоднократно было сказано, это немножко другая тема разговора, но репатриация наших народов армян, болгар, греков и немцев, она не состоялась. Мы составляли не менее 30-35% из числа депортированных, а сегодня не составляем из вернувшихся даже 2-3%. И ситуация в стране такая, нам сегодня, наверное, неуместно говорить, нет, вот давайте вернем всех, вот как-то сначала начнем, но все-таки нужна какая-то отдельная программа. Конкретики, чтобы сказать, вот для армян сделано то-то, ну, наверное, никто не может сказать, что для кого-то отдельно сделано. Но я считаю, что для нас всех созданы условия, когда мы можем наравне со всеми добиваться любых вопросов, связанных с нашими народами. В частности, армянский народ, опять же, мы много раз говорили и повторяли, это народ-созидатель. И если, дай бог, будет мир, будут условия равные. Мы сами всего добьемся. Мы не можем же, если в общих чертах в республике пока не налажено, но отдельно армян вывезти в какой-то разряд, чтобы они жили чем-то лучше других. Как все, так и мы. И хотелось бы, чтобы мы были каким-то таким локомотивом для всех, чтобы потянули мы и вышли на высокий уровень. А так, чтобы сказать, что вот прям для армян это, наверное, и неправильно было бы. Спустя два года после исторического воссоединения Крымского полуострова с Россией, давая свой прогноз на будущее Крыма, глава армянской национально-культурной автономии признается, что есть некое недовольство скоростью изменений, происходящих на полуострове, но в целом с пути сворачивать у большинства крымчан желания нет. И несмотря на глобальные проблемы, происходящие в мире, убежден, что Крым займет достойное место наряду с процветающими регионами России. К сожалению, в мире, видите, повторяющиеся циклы идут. То очень хорошо, то кризисы и так далее. Конечно, сегодня по всему миру и для России, в частности, в связи с санкциями, и всеми известными, что их тут перечислять, мы знаем, создалась в очередной раз такая тяжелая экономическая ситуация. Ну, возможно, она не прям тяжелейшая, но нелегкая. И то, чего мы ожидали, что очень быстро произойдут изменения, что у нас все перестроится, что там все зацветет и так далее, нет, конечно. Но в то же время хочется сказать, что для крымчан как курортного региона очень важный фактор – это курортный бизнес и так далее. Прошлый год показал, что люди едут, помнят Крым, не забывают. Поэтому прогноз в том, что людей будет все больше, а наша задача сегодня уже справиться с этим. То мы жаловались, что к нам не едут. При Украине практически последние годы поток туристический был сведен к абсолютному минимуму. Сейчас идет возрождение. И самое главное – справиться с этим. Ожидаем, что руководители наши будут иметь мудрость, знания, соорганизовать все так, что мы сможем на высокий уровень поднять. Обратно, вот скажем, там сегодня для нас показателем является Сочи. Приблизиться бы к такому уровню уже было бы неплохо. Одна из самых успешных представительниц армянской диаспоры Крыма Ани Полян установила новые рекорды страны. Прославленная симферопольская пловчиха одержала победу во всероссийских соревнованиях по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на короткой воде, установив пять рекордов России. Соревнования прошли в Московской области с 25 по 28 февраля и выполняли функцию отборочного турнира для участия в чемпионате Европы и Параолимпийских играх 2016 года в Бразилии. То, что обычные здоровые люди достигают незначительным трудом, Ани давалось тяжелыми усилиями и колоссальной физической нагрузкой. Но благодаря этому она научилась не отступать, а добиваться поставленной цели. Будущая чемпионка мира родилась в 1990-м в Тбилиси в армянской семье. Страшный диагноз ДЦП, поставленный врачами, изменил жизнь семьи полян и стал испытанием на стойкость. Уже в 1991 году, когда Ане исполнился всего год, семья переехала в Крым на лечение. Плавать Аня начала для поддержания общего здоровья, но результаты не заставили себя ждать. 10 лет она уже принимала участие в соревнованиях, а в 14 стала кандидатом в мастера спорта, в 16 – мастером спорта. В 2012 году Аня стала бронзовым призером летних Параолимпийских игр в Лондоне. Сегодня Аня Полян – мастер спорта, международного класса, чемпионка, призер и рекордсменка мира и Европы. Хотелось бы сказать благодарность своему тренеру. Она же все-таки со мной работает, и она немало тоже труда в меня вкладывает. Это как бы командная работа. Я не могу все к себе приписать. Аня окончила экономический факультет Национальной академии природоохранного и курортного строительства в Симферополе, а за достижения в плавании среди спортсменов-инвалидов у крымчанки Ани Полян около ста медалей, большая часть из которых – золотые. У меня плохое зрение, получается, я смотрю на табло, я там ничего не вижу. Иногда спрашиваю соперницы, но смотрю на тренера. Если я по эмоциям тренера определяю, все нормально или нет, она там мне покажет рукой, если все хорошо, то по ней видно. Там улыбка. Несмотря на нелегкий жизненный путь, упорной работой над собой, Аня достигла выдающихся успехов. Аня, как отмечала победу? Особо так никак. Знаете, пришли только там близкие, родные, поздравили. Ну, потому что, ну, все-таки главное – соревнования впереди, и особо расслабляться нельзя, потому что соперники тоже не спят, и они тоже тренируются, и надо в это понимать. Поэтому еще предстоит очень большая работа. И я не расслабляюсь. Чем приходится жертвовать радиоспорта? Ну, в первую очередь, конечно, свободным временем. Вообще времени нет. Режим у меня все так расписано, у меня три тренировки в день, и я прихожу в 8 часов, еле-еле, в общем, душа в теле, и я вот это, мне буквально хватает поесть, там что-нибудь посмотреть, фильмы почитать, и все. Ну, есть у меня один выходной – воскресенье, и я вот так его жду. Нет, ну, суббота одна тренировка. Значит, утром и воскресенье. И я так жду этих дней. Это вообще… Потом опять все заново. Ну, в общем, свободного времени уже. Расскажи о первых впечатлениях от спорта. Как ты начинала? Ой, я вообще начинала, я вот это везде уже рассказываю, что меня, значит, меня перевели 8 лет для здоровья поплавать, чтобы там лучше стало все. И я вообще не хотела заходить в воду. Со мной зашел папа, значит, в этот маленький лягушатник. И вот это меня уговаривали. Аня, ну, пожалуйста, водичка теплая, зайди, зайди. Ну, в итоге я еле-еле зашла. И как-то так постепенно, постепенно меня приучили, вот это, и я начала ходить. Ну, это все было сначала для здоровья. Ну, вот я участвовала в «Поверь в себя» в 10 лет. Вот на соревнованиях таких детских, которые проводятся в 10 лет. А когда ты почувствовала вкус победы? Начнем с того, что я сначала участвовала в чемпионате Европы, там, где я заняла все четвертые места, все были мои. Вот. Это было в 2009 году. А в 2010 мы уже в Голландии с девочками заняли в эстафете первое место. И, конечно, тогда я поняла, что это круто. Стоять на педестале, ну, когда там, в общем, это непередливаемые эмоции. И хочется повторить же все время. О чем думают спортсмены вот в это время? Первая мысль – работа проделана не зря. Не зря я столько мучилась, не зря столько тренировок, всего вот этого тяжелого. Ну, вот это первая мысль, что... Ну, как бы... Что как-то такое вот вознаграждение за то, что я столько трудилась. А были такие моменты в жизни, за которые хотелось оставить спортивную карьеру? Когда устаешь очень сильно, когда там эти тяжелые очень тренировки, нагрузки, режимы, все, и вот реально опускаются руки. Но вот что-то, говорю, держит за меня и все-таки двигает вперед. Ну, хочется что-то доказать, что ли, людям, что ты что-то можешь, чего ты стоишь в этой жизни. Поэтому думаешь, ладно, это сегодня так тяжело, завтра будет полегче. Аня, ты уже достигла больших успехов, больших результатов. О чем ты еще мечтаешь? Какие цели ставишь сегодня перед собой? Ближайшая мечта, я не хочу о ней говорить, как бы я не буду загадывать, но она, я хочу сказать, что она, мне кажется, у каждого спортсмена, но мы загадывать не будем. Я даже догадываюсь, это пара Олимпийские игры 2016. Я хочу вот закончить этот год, как бы, а потом я думаю о будущем. Я не люблю очень вперед загадывать, поэтому пока что у меня такая мечта. Мечта. Я ставлю себе цели по мере поступления. Аня, спасибо за участие в нашей программе. Я желаю тебе спортивных побед, я желаю тебе осуществления всех твоих задуманных задач, которые ты поставила перед собой, цели, чтобы все сбылось, все смогла реализовать. Я думаю, я даже не сомневаюсь, что у тебя это получится. Я вижу, ты целеустремленная, амбициозная девушка. Я желаю тебе побед, и не только в спортивном поприще, но и в личной жизни. Спасибо. Спасибо. Музыка. 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 Музыка.